Дорогие наши маленькие, взрослые и старенькие друзья, перед нами книга «Познавай Библию». Она рассчитана на 365 дней. Каждый день вы будете узнавать необыкновенную историю, которую Бог через слуг своих записал на страницах Библии. Божьих вам благословений! Ковчег Завета Самым священным предметом в Скинии должен был стать Ковчег Завета. Веселиил при его изготовлении исследовал точным указаниям Моисея. Он сделал ящик из дерева ситтим. Снаружи и внутри он покрыл его чистым золотом. По углам Ковчега он сделал четыре золотых кольца и в них вложил деревянные шесты, покрытые золотом. С помощью этих шестов священники могли переносить Ковчег. Крышка Ковчега была из чистого золота. На нее Веселиил установил золотые фигуры херувимов. Они стояли лицом друг к другу и поднимали крылья вперед, покрывая ими Ковчег. В этом золотом Ковчеге Бог повелел Моисею хранить скрижали с десятью заповедями, которые он дал своему народу. Здесь, над крышкою, посреди двух херувимов, Бог обещал говорить с Моисеем. Внутри Скинии были две комнаты. Ковчег хранился в месте, которое называлось Святое Святых. Оно находилось в задней части Скинии. Но заходить туда мог только первосвященник один раз в год. В большой передней комнате находились золотой семисвечник, жертвенник и стол для хлебов. Вокруг Скинии был двор. Ковчег и вся Скиния были устроены так, что их можно было переносить с одного места на другое. Это было очень важно для кочевой жизни израильтян. После того, как Скиния и все, что должно было находиться в ней и рядом с ней, было сделано и закончено, облако покрыло Скинию, и слава Божья наполнило ее. Какой предмет был в Скинии самым важным? Где стоял ковчег? Что находилось в ковчеге? Скиния и слава Божья? Что находилось в ковчеге? Скиния и слава Божья.